Встречаться с женатиками. Как вы думаете, почему многие женщины предпочитают женатых мужчин? Первое, потому что они щедрее. Где вы видели бедного женатого мужика с любовницей? Да нигде и никогда не увидите. Очень мало таких. Ну, разве что он там своим длинным языком и миллионами лайков и тупых комплиментов как-то кого-то подцепит. Но это практически нереально. Второе. Женатые богатые мужики очень часто имеют любовницу. И многих любовница это устраивает. А потому что они щедрые. Женатый потратит всегда больше, сделает больше, чем неженатый просто какой-то альфа-самец, который любит только себя и свое отражение в зеркале. Второе. Женатый мужчина не ограничивает очень часто время. Он дает тебе свободу. Возможность общаться с подругами, делать свой выбор. Он боится тебя потерять, знает, что ты в любой момент с ним можешь расстаться, ты к нему никак официально не привязан. У вас нет детей, вы не семья. Он не ночует у тебя дома. Ну, практически, да. Он тратит на тебя деньги и этим самым удерживает. Поэтому и выбирают женатых мужчин. Первое. Потому что, а, они щедрее. Б, потому что не ограничивают свободу. Третье. Потому что женатый мужчина не грузит так сильно, как какой-то может появиться сумасшедший какой-то ревнивец. Все, ты моя. И начинает ставить рамки. Если этот ревнивец свободен, конечно, будет сложнее от него отделаться. Когда он женат, скажет, ты чувак, проснись. Ты женат. Я пойду сейчас твоей жене, отправлю нашу переписку, наши водки и все. И он сразу забивается в угол. Ой, нет, умоляю. Нет. Поэтому очень часто девочек устраивают женатые мужики. Они строят карьеру, делают имя, зарабатывают деньги. На них тратятся большие-большие нули. Им покупают квартиры, машины, бриллианты. Они все себе делают. Потом они находят любовь в своей жизни, выходят замуж и все. И женатый остается в прошлом, как человек, который это, это, это мне покупал. И когда девочки открывают шкатулку, мужья думают, ой, как хорошо тебе родители подарили столько. Как хорошо тебе мама помогла с работой. Папа тебе говорит, да, да, дорогой, конечно, это все. Я заработала. Я, я, я. Я вас умоляю. Не надо. Вообще, если честно говорить, мужик женатый будет иметь любовницу в двух случаях. Первый, когда ему хреново дома. Второй, когда он мега-мега-супер-альфа-самец. Мега-супер-альфа-самца всегда можно, в принципе, привязать к одной женщине. Спокойно. Если женщина невероятная. Если женщина секси, фантастика. Если она веселая. Если он боится ее потерять. Чем больше мужик боится потерять свою женщину. Не только дом, крышу над головой, статус женатого или детей. Нет. Именно свою женщину. Чем больше он побоится ее потерять. Чем больше он ее хочет, обожает, желает. Тем меньше шансов, что у него появится любовница. Чем лучше ему дома, тем меньше он будет искать счастья на стороне. И второе. Когда ему просто не хочется приходить домой. Вот реально он не хочет. Он ходит с друзьями бухать пиво. Тусить. Сидеть в караоке. Да просто забывается. Начинает сначала встречаться с кем-то чисто разово. Раз, два, три, четыре, пять. А потом вдруг, хоп, его кто-то подцепило. Понравилось. О, отношения у него пошли мурашки. У него пошли эмоции. Девочки, принцессы, красавицы. Если не хотите, чтобы у ваших мужей были любовницы. Вызывайте эмоции. Раз. Во-вторых, делайте так, чтобы им было дома хорошо. Если мужику хорошо дома, с любимой, с красавицей, с принцессой, пчелкой, мышонком, его, понимаете, тогда он не пойдет на сторону. Первое. Вызывайте эмоции. Второе. Создавайте уют. Уют это не борщ на столе. Уют это не вынос мозгов, список продуктов. Уют это не купи мне то-то-то. Уют это когда мужчина хочет возвращаться с работы домой, к своей женщине. Ничто тебе не мешает быть красивее, ярче, сексуальнее. Умнее, круче любовницы твоего мужа, будущей любовницы. Поэтому будь фантастической и никогда в жизни твой муж не будет для кого-то женатиком, на которого положили глаз и который бегает за всеми, который лайкает всех в инстаграме, который не знает, кого подцепить и как забыться. Понимаешь? У всех мужиков всегда одна и та же легенда. Мне дома плохо. Я жену не люблю. У нас не сложилось. Мы поженились, потому что были молоды. Родители так сказали, бла-бла-бла-бла-бла. А потом вдруг случайно жена опять беременна третьим ребенком. Я вас умоляю. В эти легенды, девчонки, тоже не верьте. Если хотите быть счастливы, поймите, что один мужик может реально принадлежать цело только одной женщине. И чем прекраснее, чем многограннее это чудо, тем меньше желаний у него будет пойти налево. Будьте многогранными. И любовницей, и женой, и вкусняшкой, и балашкой, и мамой, и его детей, и шедевром, и чудом, и кулаком. Все. Будьте в одном человеке. Будьте всем. Вы не шампунь, чтобы три в одном. Будьте десять в одном. И тогда он будет носить вас на руках и побоиться не то, чтобы посмотреть, а вообще подумать о другой. Продолжение следует.